Создать Компартию России Второго секретаря Беларуси Игнатьева К чему такая настойчивость? А к тому, что они хотели разыграть свой сценарий Кузнецов в обход Москвы нелегально в Ленинграде организовывает учредительный съезд На котором две мощнейшие компартии Украины и Беларуси поддерживают новую организацию Коммунистическую партию России И все Компартия СССР вместе с ее центральным комитетом остаются на бумаге А вместе с ней и весь Советский Союз А Кузнецов, Хрущев и Игнатьев становятся главами государств А дальше В игру вступает Запад И действие переносится в нее Может вопросы интересные есть? Да, я как бы из Беларуси так смотрю так Автономство в мире Может кто-то что расскажет? А-а-а Это нужно радиослушать или вот Смотрите видосики по ютубу А вы-то сами Какие-нибудь тезисы высказываете Или может что-то рассказываете? Ну ладно, задавайте вопросы Отвечу на ваши вопросы Если у вас есть таковые Да, черные Еще россияне, короче, на Украину Какая основная причина? Черный кто напал? Я говорю, россияне напали на Украину Какая причина основная? А, это вы меня спрашиваете? Ну я понял, да Если брать первопричину Первопричина Вот вы из Гродно Недалеко от вас Брест Брестский мир Потому что Ленин и Троцкий Вот эти два коммунистических лидера Отдали по Брестскому миру Украине Канонические русские земли Этим самым заложив конфликт Который вот вспыхнул через столетие Не, ну, причина понятная Я говорю, какая выгода у россиян Причина просто напасть Понятно, там Ленин Я говорю, именно сейчас Может они выиграли в чем-то Я просто В смысле Напали для того, чтобы Что-то выиграть Ну, когда нападают Надеются выиграть же, правильно А пока Война не закончилась Победитель будет писать историю По-любому Не, ну, понятно Я между простым Для простых людей Ну, для простых людей Кто работает в системе ВПК Наверное, есть У них зарплата повышается Кому как Дело в том, что Вот в данных В современных условиях Когда идут манипуляции Так сказать Идеологические То есть пропагандистские То я вам скажу, чем захочется Что обе стороны Объявят себя победителями По окончании этого конфликта Как Россия, так и Украина Украина Даже если она останется В более справедливых Исторических границах В составе там Допустим Семи-восьми областей Она скажет Что вот мы их отстояли Там Киев отстояли Там и так далее И мы победили В любом случае Это будет заявлено Как победитель Я имею ввиду Я имею ввиду Разве это выигрыш Я имею ввиду Война Когда два соседа дерутся Русскоязычные Какой-то выигрыш Какой-то Бывает вообще Бывает вообще Один народ воюет Это называется Тогда гражданская война Такое было Сто лет назад Между белыми и красными Такое было В штатах Гражданская война Я же говорю Что тут два Ростных народа А бывает вообще Один народ воюет Тогда это называется Гражданская война Все в истории бывает На данный момент Как бы это понятно Исторически там Это Нет Я имею ввиду Что на данный момент Одни минусы Короче Плюсы Особых Я так Не могу понять Какие У россиян Украинцев Плюсов Особых Нет Редко когда Ну я согласен Редко когда от войны Бывает плюс А бывают плюсы Однозначно Но бывает У весьма ограниченной Категории Общества Я же вам уже сказал Кто связан с ВПК Хоть в одной В одной Хоть в другой стране Хоть тем более В странах Помогающих Украине Они Они Да ВПК Я имею ввиду ВПК В плане денег Так эти деньги Купить нечего будет Я пока Ну Можно деньги Тут же переводить В товары Или в валюту Или В драгоценности Или в бриллианты Понятно что Я же говорю Одни минусы Экономик Ну я не спорю Да Минусов Минусов больше Не одни минусы Но минусов больше Я же спорить Я же спорить С вами не буду В этом отношении Все правильно Я поэтому говорю Пока Антопическое Бежу Ну да Я не спорю Ну а чем Закончится А чем Закончится По вашему А мне кажется Без разницы Зачем Закончится Зачем Хорошим Для обоих Это не закончится Ну понятно Что хорошего Ясно Для китайцев Хорошо Для американцев Тоже Безусловно Нет Для американцев Хорошо Они же Нарачивают ВПК Ну хорошо Вы такой Пессимист Но Какой Будем надеяться На лучшее Но готовиться Будем к худшему А каков Может быть Худший Вариант Товарищ Маленков Американцы Пытались Получить Наши Военные Секреты В обмен На кредиты Мы отказались Тогда Они пошли Другим Путем И через Завербованного Капустина Их разведка Стала получать От Вознесенского Документы Оборонного Значения Из госплана У меня Есть Некоторые Соображения Но Товарищ Сталин Говори Говори Что американцы Получали документы Из госплана Это понятно Но что они Предлагали взамен Деньги Кому? Вознесенскому Кузнецову? Нет Георгий Товарищ Сталин Я предполагаю Что американцы Обещали Помощь Кузнецову И его сообщникам В организации Государственного Переворота С целью Уничтожения Советского Союза А ленинградская Ярмарка Это съезд Заговорщиков Они хотели Организовать Компартию России Которой Подчинялась Лично Кузнецову А потом На первом же Всесоюзном Съезде Взять власть В свои руки Столицей России Становится Ленинград А союз Просто разваливается На полтора десятка Стран Которые Американцы Потом Смогут Взять Голыми руками Как ваши дела? Ну как вам сказать Одно Закрыл За отсутствием Сустава Второе За отсутствием События Остальные Подшиваю А ваш? Ну что нормально Рад за вас О чем беседуете В рулетке? Может вопросы Интересные есть? Да нет В принципе Ну Я так Захожу Общаюсь С людьми По разным темам Ну так Вот я и спрашиваю По каким темам Вы общаетесь Обычно Ну Начинаю За здравие Кончаю За упокой Как всегда Ну это Это не тема Это так сказать Риторика разговора Начинаете О вас здравие Кончаете За упокой У меня далеко не всегда Не бывает А наоборот На фрак Порху и темы На какие вы общаетесь Что приводит К такой методике Ну если вы будете Общаться Допустим Об автомобилях Вряд ли вы Закончите За упокой Если только поругаетесь Вы может Фан там Мерседеса А ваш оппонент Фан БМВ Может Нет Поверьте мне Я С людьми Начинал Ну не за Автомобили Там Относим Начинал Общаться За компьютерные игры Человеком Заканчивал Конфликтом Украины И России Типа Ну можете тоже начать А можете наоборот Начать С конфликта Украины И Россия Закончить Компьютерными играми Как хотите Есть у вас вопросы По обозначенному Тему Интересно По обозначенному Тему Да Нет Давайте начнем В откуда Я из Харькова Из Харькова Какого дела В Харькове Ну я сейчас Не в Харькове В Харькове Не очень дела Хорошо Ну тем не менее Да Как вы думаете Зачем Российские большевики Ленин и Троцкий Отдали русский Город Харьков В Украине В 1918 году Сложный вопрос А они отдавали Типа Получается Подождите Да Они типа отдавали В 1918 году Да Да По Брестскому миру Они отдали ОНР Тогдашнему Германскому Продекторату 3 марта 1918 года Ну хорошо Если вы не очень Владеете ситуацией Давайте Более современные Нет Нет Давайте Давайте Вот работаем Как раз Давайте Ну я с вас мнение Почему так случилось Или нет Нет У меня нет мнения У меня есть Вопросы Задавайте Смотрите Вы говорите Что Ленин и Троцкий Отдал По Какому-то там Соглашению Так Украине Ну это же ваше утверждение Да Донбасс и Харьков Отдали Да Украине Отдали Какую-то территорию Так Да Правильно Правильно В этом соглашении Стороны Какие были Стороны Четыре стороны Были УНР РСФСР Австро-Венгрия И Германия Украинская народная республика УНР УНР Я так сказал Луния Австро-Венгрия Германия И РСФСР Германия И РСФСР Подождите В каком году Это было? В 1918 В 1918 году А в 1918 году РСФСР уже было? Да После После Захвата власти Большевиками Она называлась Либо Советская Россия Либо РСФСР А в 1922 году Наоборот РСФСР Прекратил Своё существование Как международный субъект Стал частью СССР А вот До С 17 По 22 Года Международным субъектом Была именно РСФСР Я понял В этом Договоре Или что это? Да Договор Договор Да Что Ну Договор Это был договор Да Между кем и кем? Ну Я вам уже перечислил Четыре стороны Зачем по кругу ходить? Договор Четыристоронний был А они Хорошо Договор Четыристоронний На основании чего? Что значит На основании чего? На основании Если мотивация вас интересует На большевиков оказали давление Автор Венгрии и Германии Их тогдашние противники Да Тогда должна быть мотивация Есть спорная территория Да Правильно? Про спорную территорию Чем? Да Да Вот есть спорная территория У нас есть основания для передачи до спорной территории определенными лицами другим лицам Правильно? Так Основание международного права Может быть права сильного На основании чего? На основании чего? Это была спорная территория Кто спорил за эту территорию? Почему она была спорная? Почему вот эти четыре Грубо говоря подписанта Почему Эти четыре подписанта Эту территорию Делили между собой? Ну я вам объясняю Ну вы Пой вы выйдете Вы уже 10 раз повторили Я вам объясняю На основании того что Так кстати Это были территории Российской империи Они были исконно русскими С одной стороны Но ОНР считала Поскольку К сожалению Алексей Михайлович Позволил там Бесконтрольно селиться малоросам Что Этническое большинство На этих территориях Составляют малоросы Которые Типа стали По их версии По версии ОНР Стали украинцами Вот на основании этого Они считали это Своими территориями Поэтому При помощи Австро-Венгрии И Германии Отжали их У Советской России По Брестскому миру Теперь я В договоре было заключено Да 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 Было Что эти территории Переходят ОНР По Брестскому миру Не 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 То что по Брестскому миру Территория Переходят ОНР Это одно Так Вы мне спросили Мотивацию исторически Я вам сказал Мотивацию Основание Основание Я не знаю Я вам объясняю В этом документе Основание Перехода Почему Что в этом документе Прописано Того В этом документе Прописано Что Эти территории Переходят Правоправно Грубо говоря Не только подписание Сторон Да Понятно Мы согласились Ничего не прописано В этом документе Должно быть прописано Ничего не прописано Ничего не прописано Такие вот Указано Что такие-то территории Переходят ОНР Все В этом документе Ну Какая-то преамбула Может и есть Но я сейчас Не знаю Она есть или нет Я немного сказал Хорошо УНР это кто Хорошо УНР это кто Ну вы уже Третье Они были Субъектом Международного права УНР Квази-государством Субъектом Международного права На основании Про возглашение Ими независимости Но по факту Они были Германскому Продекторату На момент подписания Я вам уже Мы вам по кругу ходим Давайте уж Лучше Вы не очень Ориентируетесь В истории Давайте 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 По современному Конфликту Как вы думаете В каких границах Останется Украина По окончании конфликта Подождите На тот момент Подождите Ну Подождите Вы Назвали Одну Очень хорошую Фразу Вы сказали Основание Международного права Вот Вы Позволили себе Сказать Что На основании Международного права Вот этот документ Был подписан На основании Какого международного права Я так не говорил Это В тот момент Когда этот документ Был подписан Но было никаких Международных прав У меня все записано И вы так говорили На основании На основании Международного права Я не просто так Зацепился За эту фразу Я так не говорил Этот документ Был подписан На основании Чего На основании Чего Что произошло В тот Исторический период Я вам сказал Не так Я вам сказал Как ваш канал Называется Раз вы записываете Мой канал Никак не называется Я записываю Для себя Я вам сказал Чтобы С позиции силы Германия Австро Венгрия Оказали силовое давление На советскую Россию И она подписала Этот договор Вот что я сказал О ней Говорил Международное право В принципе Так и построено Что Кто-то действует На основании Силы Ну я так не говорил Но бог с ним Пускай Сказал На основании Ну хорошо Несущественно Что вы хотите Спросить Я вам уже Все объяснил Это не несущественно Очень существенно На самом деле Хорошо То есть Были Три силы Правильно? Да Три силы Не четыре Три Четыре стороны Но три силы Одна сторона Не была Наверное силой Допустим Что дальше? Она чем была? Что это? Кому передавалось? То есть Вы понимаете То что Есть Определенная юрисдикция Ну вы по кругу ходите Я вам уже все разжевал Кому передавалось Передавались УНР От Советской России Передавалось УНР Украинской народной республики Что передавалось? Конкретно Донбасса И Харьковский регион Передавался А также Часть Ростовской Белгородской области И Воронежской Но Эти области Потом в 20-х годах Вернули В Российскую Федерацию В РСФСР А Харьков и Донбасс Не вернули Ленин А еще цинично заявлял Мы помогли Украине Пролетариатам Если вы такую фразу слышали Вы просто по кругу ходите Такое впечатление Что вы пытаетесь Как бы Кому Кому передавали Нет Нет Я хочу От вас Получить Конкретные Я же вам 10 раз Уже сказал Кому УНР Это все передавалось УНР Я же вам сказал Кому Это что такое? Это что такое? Ну вы уже опять 10 раз спрашивали Украинская народная республика Что вы ходите По 10 раз От этого На основании чего Она была основана? На основании Про возглашение Ею Из-за независимости В декабре 17 года Кем? Ну правительством Их Кем? В смысле Их кем? Что значит Их правительством? Кто это были? Кто эти люди? Ну были Что это за люди? Смотрите Есть Есть Определенная Область Где живут люди Туда приходят Какие-то люди И говорят Вы теперь УНР Ну И мы Ваше правительство Вы кто такие? Вы вот На основании Чего вы? Кто? Вы что? Ну вот они Представляют Да Тогда был бардак В истории Вот они Проразгласили Нет Бардак в истории Сейчас Вы пытаетесь Навести Вы Объясните Конкретно Кто Эти люди Вот У меня Бардака В истории Нету Почему-то Почему Я считаю Вот тех Людей Которые Провозгласили УНР Просто Сходка Людей Которые Не имеют Никакого Отношения К людям Которые Находились На территории Той территории Которую Они пытались Отжать Ну может И я Просто Они пришли И сказали Мы Мы теперь Вот мы Теперь Власть Так я Так Я Так Считаю Что Дальше Я Так Считаю Ну так И что А кто Это Так Это Ну это Никто Они Нелегитимны От слова Совсем Ну раз Это не власть Раз Россия Подписала Значит Получается Что Если К вам В дом Подождите Если К вам В дом Придет Человек И будет Говорить То что Вот Часть Вашей квартиры Вот эта Вот Комната Это Моя Потому что Я Хорошо Пускай Будут Они Нелегитимны Я согласен Я к ним Негативно Отношусь Что Дальше Пускай Они Нелегитимны Я не Понял К чему Вы Типа Ну Что Ничего Вы думаете Я за Украф Заступаюсь Я с ним Негативно Отношусь Хорошо Нет Следующий Вариант С кем Подписывали Этот договор Власть Которая Ну Аля Большевическая Да Мы ее Можем Сказать Да Вот Это Вот Переходная Власть Которая Была Между Тем Как Сместили Емперскую И Поставили Ну Грубо говоря В 23 Более Менее Устаканенную Власть Вот Это Кто Ну Вообще Это В 22 СССР Образовалась Ну Ладно Ну В 22 Хорошо Для Меня Ну Может Я Не Супер Историки Не Изучаю Это Я Я Просто Объясняю Свои Понимания Того Как Я Вижу Историю Которую Я Прочитал Так Как Я Вижу То Что Ну Я Понял Они Были Нелегитимные Вы Это Хотите Скать Я Не Буду Спорить Да Да А я Я Вам Задаю А Вот Советская Власть Которая Вот Там Была Вот Она Вот Этим Вот Занималась Опять Таки Вопрос К вам Вот Это Аля Советская Власть Которая Подписывала Вот Этот Договор Да Она До Какой Степени Управляла РСФСР Она Тоже Была Нелегитимная Поскольку Пришла К власти Путем Захвата Власти 5 Января 18 Восемнадцатого Года Вопрос В том До Какой Степени Это Было Управление Грубо Говоря РСФСР Которую Они Загласили Которую У них Чем Она Управляла Что Они То есть Это Кто Был Это Реально Управленцы Были Которые Реально Могли Прийти В Ленинград И сказать Мы Теперь Правим Вы Делаете Это Или Это Было Просто Кучка Людей Которые Просто Себя Провозгласили Не пойми кем Вот Второе Это Было Кучка И считают Что Они Имеют Право Подписать Какой Там Документ Это Была Кучка Людей Которые Себя Прозгласили Вот То есть Они Не имели Фактически Ну Они Да Де Юро Де Юро Если смотреть Де Юро Типа Ну Мы Смотрим Как Они Это Все Де Начинаем Поднимать Там Ну Блин Да Они Де Юро Даже Они Де Юро Получаются Они Даже После Царской Империи Де Юро Не Управленцы Потому Что Их Я Повторя Они Не Регетины Поскольку Незаконно Пришли К власти Путем Разгона Учрительного Собрания Я Уже Сказал Вы Одно И то Ж Зачем Вы Повторяете Без конца Одно И то Приходим К чему То Что Как Минум Две Стороны Из Подписантов Нелегитимны Допустим Пришли Можно Ли Считать Этот Договор В принципе Легитимным Каким Который Имеет Какие Юридические Права На Которые Может Кто-то Ссылаться В дальнейшем Через 100 Лет Когда Это Прошло И кто-то Может Это Все Сделать Что Это Было Юридическое Нельзя Но Геополитически Он Был К сожалению Исполнен Юридическое Нельзя Обязни Как Геополитически Как Он Был Исполнен Обозначенные Территория Реально Были Переданы Украинской Народной Республике И Преобразование СССР Это Исправили Еж Частично В основном Оставили В СССР Переданы Были Украинской Народной Республике Такие Органы Власти Она Организовала На этих Территориях Чтобы Быть Легитимной Такое Правление Она Организовала Для того Чтобы На этих Территориях Быть Легитимной Чтобы Действительно Показать Что Мы Здесь Пришли Мы Власть У нас Есть Договор Губернаторов 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 Губернское Собрание Я вам Перечисляю Ну Еще раз Сказать Губернаторы В Киеве В чем тут Киев В чем тут Киев Да Вот потому Что Они Только В Киеве Ты Сидели Там Никого Больше Киев Не был Спор Ни Товарищи Киев Не был Территорией Обсуждаем Побресского А где А где А где Хорошо Где заключалось Это все Заключалось В Брест-Литовске По-современному Брест Да А потом Куда Вот эта Верховская Власть Точнее Нет Где Сидели Те люди Которые В Брест-Литовск Поехали А потом Вернулись Куда Они Вернулись И Вот Какой Город Это был Скажите Мне Пожалуйста Мне Очень Интересно Где Где Была Централизация Власти Вот Этой Была Которая Подписывала Именно Вот Эти Вот Соглашения Где Она Была По Моим Данным Это Был Киев Ну Это Одна Сторона А Другие Стороны Вернулись Соответственно В Берлин В Берлин В Вену И Питер Вот Это О Нет Подождите У У У Чего Вот Вот Эти Товарищи У Они Сидели В Киеве Они Захватили Киев Они Захватили Власть Они Потом Поехали Куда-то Там В Польшу Что-то Там Заключили Вернулись Обратно Да Да Вот 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 Это Наша Вот Это Ваша Все Мы Тут Распределили Так Ну Вы Считаете Это Типа Ну Блин Так Даже При Киевской Руси Не было Когда Князи Приезжали Я Считаю Это Нелегитимно Я вам Действительно Повторил Вы Одно И то Ж Повторяете Да Это Было Нелегитимно Что Дальше Нет Мы Мы С вами Подождите Мы Я Не Повторяю Я Я Вам Уже Сказал Что Это Было Нелегитимно Какая Райса Куда Не Вернулись В Киев Или Не В Киев Российские Вернулись В Питер Российские Изначально Сидели Российская Делегация Вернулась В Питер Например В столицу Тогдашню Да Конечно Потому Что Там Революция Была Мы Туда И Вернулись Революция Была Несколько Месяцами Раньше Ну Хорошо Там Там Эти Были Кучи И тому Подобное Что Там Я Попонял Так Что Разобрались Наконец Я Я Вам Сказал Что Это Было Нелегитимно Что Еще Какие Еще Вопросы Да Нет Мы Разобрались На То Что Это Было Нелегитимно По Определенным Посредительствам Не Просто Так Да Да Разобрались Да Было Нелегитимно Что Дальше У Вас Есть Четыре Страны Из Которых Две Не Являются Легитимными Не Являются Вы Опять Повторяйте Четвертый Раз Я Не Спорю Да И Дальше От От Это Б Это Было Нелегитимно Но Да Фак Это Было Использовать Нет А дальше Мы Должны Следовать Этому Нет Не Должны Но К сожалению Большевики Следовали Не Должны К сожалению Большевики Мы Никак Не Могли Понять На Кого Опираются Кузнецов С Вознесенским Никого За ними Не Было Ни Армии Ни Органов Ни Партийного Большинства А Какое дело Создать Компартию России А их Поддерживали Хрущев И Игнатьев Хрущев И Игнатьев Ну и Что Хрущев И Игнатьев Это Стратегическая Связка Понимаешь Это Больше Чем Все Танковые Дивизии Бомбы И самолеты Вместе Взятые В свое Время Кузнецов Повторно Продвинул На руководство ЦК Украины Хрущева А на Должность Второго Секретаря Беларуси Какая настойчивость А к тому Что они хотели Разыграть свой сценарий Кузнецов В обход Москвы Нелегально В Ленинграде Организовывает Учредительный съезд На котором Две Мощнейшие Компартии Украины И Беларуси Поддерживают Новую организацию Коммунистическую Партию России И все Компартия СССР Вместе с ее Центральным комитетом Остаются на бумаге А вместе с ней И весь Советский Союз А Кузнецов Хруст Их в общем-то Всех и назвали Русские Потому что Это глагол Русские Это Какой чей Отвечает В соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят За это За то Что мы живем хорошо Ненавидят И будут ненавидеть Всегда Просто потому Что мы есть И живем хорошо Воронеж передали В 1922 году В Воронежской области А в 1922 году Левская область Где была? В Австрове Уровень интеллекта У Миколы Русницы На самом деле Это Геннадий Хазан Как его фамилия Это уровень интеллекта Креветки Из Азовского моря Хорош Голодьку Всяку прочую Со зданицы Родные За луга Залюные Казацарскую Водщину Без лишнего шума Узнаю Кто сейчас здесь Стримит Зарабян Первый секретарь Армении Первый секретарь Обкомов Камчатского Белгородского И Волынского Воробьёв Из Краснодара Приедет завтра Ага Вот с ним И с Воробьяном Завтра Совместный стрим Это очень опасно Хохлов и Лёня Пока тоже Держи на прицеле Они могут Переметнуться И нас подставить Это русский групп Мы сделали Украинский Углубим Ночной Мы таяц Да Да Не надо испытывать Наше терпение На любой Выход В нас есть Торсойный ответ Вплоть до самых Крайних мер И я хочу Напомнить Горячим головам Под оранжевыми Знамёнами От Хайкова До Гиева 480 А до границы С Россией 40 Давай Страна огромная Давай Нагомерный бой Ты машинской силой Не умнаю Не умнаю Жаратшевой Живой Но ты мне Улица Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова